Ну и что? Оба-на! Уже началось, да? Так, сейчас посмотрим вообще, что-то будет, не будет. Планшет здесь, конечно, такой, блин, я не могу понять, надо кнопки нажимать, что ли, постоянно, чтобы что-то было. Так, подожду, подожду, ребят, чтобы что-то увидеть, кто-то будет, может быть, кто-то из моих будет парней. Проверяем, как обычно, давно меня не было в чате, мешочка, ой, что-то жарковато даже здесь. Сколько мне тут дает? 57 минут, но я столько не буду долго вести, потому что трафик интернетовский, сколько тут, один-два человека, если что, привет, напишите, пожалуйста, как видно, чтобы хоть кто-то написал, как обычно, плюсики. Леха, Леха, привет! Привет, коллега, Леша, как там видно, слышно меня вообще, потому что я сейчас в наушнике разговариваю, вот решил, 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 все отлично, да? Леха, ну, Леха, это этот Лех, который слепый, да, потому что тут два Лехи есть, отлично. Валик, привет, Валик, Валик в хейстери, да, все нормалек? Так, ну что, 9 человек, что сказать, всем привет, добрый вечер, наверное, давно-давно очень не было меня слышно, да, Валик, я знаю, удачи тебе в хейстере. А, вот что еще, ну, то есть, ладно, на стриме меня давно не было, ну, вот, просто сейчас есть новости, никак не могу новое видео все, 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 ну, начать, как бы, снимать, чтобы выкладывать, потому что большие изменения в моей профессиональной жизни. Сейчас еще выпускается последнее видео с той, в 12-й каденции, где работал, работал, хочу сказать, не пугайтесь, работал в ФМЕ, да, в Ситрансе. Так вот, что произошло за это время? Кто внимательно, ребята, смотрит? А, еще раз, всем привет, всем привет, кто-то отключается, неинтересно, понятно, но ничего, это не страшно. Значит, так, ребята, кто смотрит меня, мои видосы, да, вот, особенно в Ситрансе, да, на последней каденции, знает, знает в курсе, что там происходило, и в итоге один из казусов, да, оказался, оказался, как я не знаю сказать, ну, важным, очень важным, это там, где, помните, я принимал контейнер, вез шасси, сдавал его не на базе, а там рядом с базой, и оставлял, уехал, и потом какой-то коллега обнаружил там такую дырень, просто невероятную дырку в полу, на что был мне вопрос задан боссом компании, как так могло произойти, естественно, я был в шоке, но написал ему, что у меня такого просто не могло быть, потому что у меня есть алгоритм моих действий, когда я принимаю контейнера, ну, вроде как бы обошлось, да, но вроде как бы обошлось, и когда я ехал домой, мне ничего не было сказано, меня ждут через 4 недели, и вот через 3 недели мне пришло сообщение, к сожалению, меня не босс, а компания Y2B не хочет возвращаться обратно, видно, эту решающую роль сыграл вот этот вот контейнер, но скажу, скажу 100%, это не мой косяк, я принимаю контейнера хорошо, видно, что-то произошло, не буду вдаваться в подробности, но в итоге получилось так, что, ребята, я в C-Trans не вернулся, я на контейнеры в эту компанию не вернулся. Какие были мои дальнейшие действия, ребята? Я скажу так, что я особо сильно не переживал, ну, как переживал, потому что мне там нравилось, я очень хотел там работать, и зарплата хорошая, сейчас могу озвучить, грязными 200 евро в день рабочий, да, ну, там минус всякие нюансы, получалось где-то примерно за 5 рабочих дней, это получалось где-то в районе 920 евро, а если 6 рабочих дней, получалось там 1000 евро в неделю, отличный заработок, поэтому уходить с той компанией я не желал и даже не думал, что меня туда не вернут, потому что отношения с боссом, с коллегами были просто отличные. Что и произошло, я думаю, это на совести того человека, который это все сделал, сфотографировал, отослал боссу, я так с боссом и не встретился, а хотелось мне узнать, когда сделаны эти фотографии, во время, когда он открыл контейнер, принимаю его, или когда он поехал на загрузку, и что-то произошло там. Мои друзья, которые работают в Ситрансе, хорошие друзья и знакомые, как вам сказать, имеют мнение, что это не мой косяк, кто-то меня типа подставил, но я не буду там усугубляться, подставили меня, не подставили, просто так видно сошло, сошли звезды, что пол оказался гнилой, но каждый водитель сам определяет, насколько пол гнилой, выдержит он или не выдержит, но я что-то не помню, что там доски очень там уж шатались, не было там такого, но на фотографии был такой разлом, как будто, знаете, взорвалась микробомба, блин, и, ну, вообще, дрень такая была, что мама не горит. Ну, ладно, бог с ними. Я послал сообщение боссу, сказал, мне сообщил Мартайн, что наше сотрудничество завершилось, это правда или неправда? Он мне написал, да, это правда, и я просто ему написал последнее сообщение, предпоследнее. И, Эрик, можете мне объяснить причину, чтобы я знал, почему меня не возвращает A2B? Он просто написал мне такой ответ, что Smart Driver must know about his mistakes, да, то есть умный драйвер должен знать, ну, что это за ответ. Ну, короче, что дальше? Дальше у меня были варианты, но я выбрал тоже контейнера и понесся в Голландии. Ребята, я приезжаю в Голландию, мне первый вопрос, я уже приехал, уже получил карго-карт, все дела оформлен, он пришел в офис в гараж, и меня спрашивают про немецкие порты. Я говорю, я там не был. Вот, это очень важно, это очень большое различие. Нам нужен опытный водитель, который был в немецких портах. Я им говорю, ребята, а вы знаете, вы можете мне показать водителя, который был во всех портах Европы? Он говорит, нет. Я говорю, ну, так, а в чем дело, если вы думаете, что я, мне нужно, чтобы понять, как заезжать в порт, и там организация в порту нужно, там, год, что ли, то вы ошибаетесь. Один раз заеду, и все. И потом буду знать. Тем более, я бывал в портах, и в Гамбурге был, и в Бремене был, и в Кукс-Хайпене был. То есть, какие там проблемы? Везде, в принципе, вся система одна и та же. Что в Голландии, что в Германии, что в Бельгии, в чем разница? Другие кнопочки нажимать, что-то в другом месте надо, там, блин, вставлять паспорт или ID-карту. Не вижу никаких причин. Я, кстати, что-то чата не вижу. А, вот сейчас вижу. Главное, не боись. Да, я не боюсь. Уже не боюсь. Ну, ладно. И, короче, говорит, тот драйвер, который должен был мне все это показать, куда-то пропал. Я не понял, куда он пропал. Вика, узнаю, куда он пропал. Ну, короче, его нету. Хорошо, мне хоть отель они там отплатили двое суток, я там жил. Говорит, ну, а утром приезжай, там какой-то голландский драйвер согласился тебе показать. Приехал я туда, ждал я там еще три часа, приехал голландский пенсионер, который по-английски вообще не бум-бум. И что в итоге? В итоге он говорит, не, не, я не буду тебя обучать, это очень сложно, я не понимаю английский, ты не понимаешь голландский. Я говорю, а что там понимать? Едешь и едешь, ты же меня не учишь правилам дорожного движения, правильно? Забухай. Леха, это не мой стиль, забухай. Что еще? И, короче, я говорю, ну, все, ребята, все с вами ясно, я поехал домой, позвонил там своим знакомым, у меня было несколько предложений, я решил поехать в Германию, вниз туда, Тортердама, еще 400 километров, то считайте, я приехал с Риги, в Лепу, на паром, с парома на Траве Мунде, с Траве Мунде, в Роттердам, с Роттердамма вниз туда, к Люксембургской границе, все нормальная фирма, но машину мне не дали, и там жил как-то я... А, мой учитель забухал, ну, может быть, не знаю, они не сказали, что с ним случилось, пропал, короче, чудо. Ну, вот, короче, поехал туда, там машины Мерседеса, условия нормальные, немецкий контракт, но опять же немецкий, все это, вы знаете, мой отношение к немецким работодателю, вообще, ну, не то, что там плохое, ну, Германия, она есть Германия, ну, там все хорошо, там можно жить в квартире, по выходным, машины Мерседеса, актрисы, что там, все в порядке, пятница, суббота, выходные, ну, все нормально, и мне уже, да, я должен был, я приехал туда во вторник вечером, среду, четверг, я поездил на машине, с коллегой, с Эриком, Эрик, если смотришь меня, привет тебе, вот, нормально, все, все хорошо, вроде, в пятницу, утром тоже поехал, мне нравилось, я там жил в машине, на базе, на базе никаких условий, даже туалета не было, но, каждое утро надо было вытаскивать вещи, потому что машину мы могли забрать в сервис, а мою, которую я должен был сесть, должны были привезти, о, Женя, 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 привет, 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 ты скоро уже стартанешь, как я понимаю, ну, ладно, что дальше произошло, я должен был в пятницу, поехали мы в пятницу, или это четверг было, не, в пятницу мы поехали, и вечером, нет, это четверг был, это был четверг, это был четверг, ой, блин, честно, не помню, ли там пятница была, даже, ну, короче, мы поехали, нет, в пятницу я должен был уже машину получать, это был четверг еще, и в пятницу вечером я должен был уже ехать, там, квартиру мне давали, комнату в квартире, где живут коллеги, ну, и там произошли такие события, что мне пришлось, рвануть в Швецию, Финляндию, ребята, работодатель оплатил мне, но там так произошло, что мне нужно было ехать, вот сюда, на эту фирму, я не буду там особо распространяться, почему так произошло, ну, короче, мне надо было ехать, сейчас, Олег, привет, с Пинска, слушаем тебя внимательно, это попозже, давай-ка я сейчас расскажу вообще, что со мной произошло, уже, а вот, и, короче, билет на паром из Стравы Мунда, до Хельсинки, 550 евро, из них мне 70 евро, за паром Сталина на Хельсинке, и бак топлива оплатил работодатель, остальные типа деньги, не, подожди, это уже потом будет, короче, вот эту сумму, ну, короче, за меня оплатили, 550 евро, да, работодатель мне выслал просто авансом топлива, чтоб я доехал, ну, у меня деньги уже заканчивались, не могу же жить в Европе и не работать, ну, ребят, я оказался, я в Финляндии, фирма всем известна, это Ахола, 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 да, это финская фирма, и в основном, и в основном все с бывшего союза, короче, машины и фирмы зарегистрированы в Эстонии, то есть это вот туда, куда уходят наши эстонские водители, работать на Финляндию, Швецию, Норвегию, далее, началось потом самое интересное, уже на пароме я узнаю, что, ребята, я еду не на полуприцепа, я еду на длинномер, как, если я не ошибаюсь, длинномер, представляете, какой для меня был шок, я еду на длинномер, то есть 25 метров, я никогда на них не катался, я не катался никогда на машине с прицепом, я, кто смотрит мои видео, знает, что я шел учиться в дальнобой сразу на фуру, не на категорию СА я шел, я учился на фури, вилгави, я не катался на прицепе, то есть для меня это такой стресс, о, Никита, Никита, привет, привет, видишь, как получилось у меня, Никита, я ехал туда, тебе рассказывал на контейнер, а оказался вот здесь, в Финляндии, ну вот, надеюсь, у тебя все хорошо, привет тебе, дружище, привет, короче, да, да, Леха меня обрадовал, Леха, который пишет в комментариях, он мне звонит, на паром, говорит, слушай, а ты, он тоже там работает в этой фирме, он мне звонит, а ты куда едешь вообще, я говорю, туда-туда, а он говорит, а ты едешь на, на, полуприцеп, или на длинномер, я говорю, какой длинномер, конечно, на полуприцеп, он говорит, а ты, позвони боссу, узнай, я звоню в босс, и босс мне говорит, Конечно, длинномер, ёппарасите, представляете, какой для меня шок Новая компания, новые условия И еще машина, на которой я никогда не катался Мама, не горюй И вот таким образом я оказался в этой стране, в Финляндии В этой компании, на базе, да, 25-метровый поезд Я не знаю, как его сказать Короче, их два типа, которых я знаю Это Линк, да, и вот Тайспер, на котором я работаю Ну вот, разница между Линком и Тайспером в том, что Линк как бы состоит, грубо говоря, из двух То есть у него два седла Первый прицепчик на седле и второй тоже на седле Ну, через только эту тележку, да, как это называется А Тайспер, он не этот грузовик И потом идет телега с седлом И на ней уже стоит полный полуприцеп То есть варианты какие? Если вы на Линке можете подъехать в любое место Даже там, где нереально заехать длинномером То есть у вас есть варианты Отцепился, заехал полуприцепом Загрузил, выехал и опять маленьким полуприцепом снова заехал И загрузился То на Тайспере, на котором я работаю, такого варианта нету Если надо грузить полу... Трейлер, то значит, едешь всем составом туда Ну что, как и сел я В воскресенье у меня уже был паром Поехал на выгрузку Все нормально Все боковая выгрузка И, как говорит Леха И у меня потом ожидалось рамбол А, еще было так В первый день я поехал Не надо было туда далеко ехать Я приехал, там закрыто Я поехал искать место Это же не полуприцеп Это уже, блин, поезд И надо все-таки иметь опыт Куда пристроиться, правильно? Ты уже так просто в елку не залезешь Если там мало места А заедешь туда на паркинг Еще потом надо думать, как оттуда выехать Вот Я там уже темно было Поехал искать, где парковаться И заехал такой в полу тупик, блин Что, мама, не говорю Мне пришлось задом выезжать Ребята, для меня это был такой стресс Я заехал там тупик Чтобы вывернуться обратно Надо заехать на паркинг Среди машин Дать задом И потом аккуратно выехать Я вам скажу честно Я выезжал полтора часа задом Полтора часа Я не мог понять Я, во-первых, не вижу, темно Как там, куда он идет И он у меня все время заламывается То в одну, то в другую сторону Я так психовал Мне там уже босс звонит Говорит, ну как там у тебя получается Я ему говорю, знаешь, все, нафиг Я ничего не хочу Я еду домой Ну в баню у вас Я ехал на полуприцеп Меня посадили на какую-то На какую-то, блин, я не знаю Поезд, я не знаю Эшелон для меня Этот стресс Мне, говорю, блин, мне 56 лет Нафига мне это все надо Этот стресс, эти все Паника, блин Он начал меня успокаивать Говорит, успокосят И все начинают Так, спокойно-спокойно Ну я, короче, выпалил Как это Спустил свой пар Походил А еще у меня не получается В этом моменте он звонит мне И звонит там еще кто-то звонит И еще кто-то звонит Все звонят Я ходил на телефон Выбросить, блин Достало меня это все Но в итоге я так вышел Походил, походил И въехал Как задом ехать Как подруливать Куда и как быстро Не быстро Все это делать Выехал И уехал Встал там на паркинге Вот просто ехал-ехал И встал Вот прямо встал И все Ну а дальше было уже легче Выгрузка Одна бортом Вторая бортом А вот третья уже Погрузка у меня была Это погрузка И погрузка к рампе Как говорит Леша 40 минут позора И в итоге мне помогли встать И что дальше И дальше И дальше вот за эти две А ну это я работал На одну неделю На одной машине Потом вторую неделю Я пересел на эту машину И босс говорит Если я остаюсь На этой компании То это вот Это моя машина Scania R500 Ну машина хорошая И мне нравится Тут внутри все Но я еще такой вот В раздумьях Было Оставаться Не оставаться Оставаться Не оставаться Но За эти две недели Вот та первая рампа Она была единственная Ребята У меня больше рамп не было Все время сейчас Загрузки у меня Бортом И выгрузки соответственно Такая вот обстановка На данный момент Я в Финляндии До базы не доехал Стою здесь Возле Кокколы Магазин ABC Как бы И 45 Делаю У меня паром должен быть В воскресенье В 8 часов вечера Надо до него ехать 130 километров Но поскольку у меня 45 Она началась поздно Она началась 23.00 Вчера только То По-любому Я туда не успеваю Что мне нравится Вот в этой компании Никто никуда Никого не торопит Если ты не успеваешь На паром Что самое в принципе Важное Но сообщить заранее Как я узнал Минимум за час До Назначенного времени Тогда я его Спокойно переносил Это вот Плюсы Такие Которые есть Есть интернет В кабине Есть Микроволновка Кофеварка Безлимитный интернет Но Он не работает На звонки Да Там По Ватсапу Вайберу Телеграму То есть Видео Или простые Звонки Не проходят А так Он безлимитный И даже Вот я не могу Стрим Провести Благодаря этому Вайфаю Потому что Не дает Приходится мне Моим пользоваться Поэтому стрим Не будет Такой большой Вот И вот За эти две недели Которые Я работал У меня были Порывы Снимать А снимаю Здесь Ребята Поверьте Мне Будет Очень Много Чего Много Всего Нового Там Все-таки Хоть и платили Но там Уже Становилось Как бы Такая Знаете Деньги Деньги А потом И так Аккуратно 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 Спустился И так Последние 25 или 30 километров Я ехал Со скоростью 30 километров В час До базы Это просто Нереально Я думал Я такой Один Тормоз Нет Там Все машины Так шли Навстречку Причем Легковые И грузовые Я как раз Был на связи С Лешкой Он говорит Это Олег Черный лед Аккуратнее Вот Работа Мне нравится Нравится Природа Все В принципе нравится Но просто Есть Немножко Такой Стресс И Когда Буду Крампи А с другой Стороны Думаю Блин Дэхер С ним Буду Час Мучиться Значит Буду Час Мучиться Надо Просто Почаще Подъезжать Не так Как Я Во вторник Прошлый Заехал Один раз Крампи И все Больше У меня Рамп Нет Бывает Были У меня Магазины Но у меня Груз Был В грузовике Я просто Зацеплял Прицеп И подъезжал Грузовичком Такие вот Дела Ребята У меня Так что Контейнерная Моя Жизнь На данный Момент Прекратилась Я Буду Работать В Финляндии Швеция Часто Здесь Паромы Ну как Ну 2-3 Раза В неделю Паромы Хотя У меня Вот сейчас Не получилось Паром Я С твоим Ходом Приехал В Финляндию И пошел Через всю Финляндию Потом Вниз На Юг Швеции Потом Сейчас Вернулся Опять Таким Же Путем А так Вот Паромы На паромах Конечно Кормят Да Это Офигеть Я Уже Отведал И раков И крабов И креветок Этих Ракуш Вот Че только Не понял Даже Один раз так Нарелся Что у меня Блин Сжога Началась Которую Сто лет Не было Так Что Вот так Так Последний Хочу Рассказать Вот Меня Спрашивали Про Ту фирму Как Ситранс Как Туда Устроиться Я Вот Просто Не раз Повторяю Ребята Ситранс Это Одна Из Компания С которой Работает ФМЕ ФМЕ Работает С несколькими Компаниями Одна Из них Ситранс Да Зарплаты Хорошие Но Есть Условия Во-первых Знание Английского Во-первых Только Граждане Евросоюза Дали Знание Английского Языка Хотя Я не скажу Что Надо Очень Большое Знание Надо Хотя По телефону Мить Разговаривать Когда Звонишь Мартайму Вот И Третье Это То В основном По рекомендациям Туда Устраиваться Так Просто Не Ну Можно Знаете Я уже Так Думаю Если Надо Я Вон Дам Телефон Звонить Хотя Вить Как Говорит Не Надо У нас Хватает Драйверов Ну Не На Эту Компанию Так На Другую Но Такие Конечно Условия Это Были Все Транс Я Честно Жалко Что Я Туда Не Поехал Потому Что И Планы Были Там Ну Короче Ну Как Есть Так Есть Особо Не Расстраиваюсь Работа Есть И Даже Сейчас Предложение Есть И Отсюда Есть Предложение И Здесь Если Не Пойдет Я Могу Перейти На Полуприцепы Но Зимой Особенно Тоже На Полуприцепы Потому Что Зимой Полуприцепы Ходят На Норвегию Длинномеры На Норвегию Не Ходят Так Что И Значит Сейчас Еще Вылет Три Четыре Просто Жалко Мне С Этими Видео Не Обрабатывать Выбрасывать Да Поэтому Как Б Сделаю Я Еще Последний Виде И Вот Тогда Я Уже Начну Монтировать Видео По Швеции Сейчас Поверьте Мне Эти Две Недели Они Были Сумбурные Стрессовый Для Меня И У 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 Свои Нюансы На Базе Заправляться Мыться База Кстати Вах Офигенная Большая Нантали База Офигенная Условия Там Сделаны Туалеты Душевые На Электронике Все Под Чипом Выдается Чип Специальный Без Все Дела Так Что Вот Так Поэтому Рассказал Поначалу По Ситрансу Тоже Раскачал Ну А Теперь Ребята Что Еще Хочется Сказать Ну Теперь Если Есть Какие Вопросы Помимо Задавайте Начну Отвечать Да Это Не Тандем Это Длинномер Немножко Другая Вещь Ну Как Длинномер Я Уже Сказал Тайспир И Линки Да Да Я Тоже Ребята Верю Валик Что Будет Все Окей Леха Главное Не боись Все Получится Здесь Да Я Уже Решил Что Я Остаюсь Уже И Уже Даже Договор Подписал Осталось Только Приехать В Ригу И Сделать Этот Один Омер Женя Я Тебе Уже Ответил Никите Тоже Ответил Ага Злорас Злорас Обрадовал Меня Нет Слушайте Валик Знаешь Вот Я Даже Спрашивал У Босса Позавчера Как Раз Я Говорю А Что У нас Цепями У 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 КОЛЕСО Заезжаю Есть Места Где Встал Подсыпал Под Можно Под Передние Два И Под Ведущие Два Впереди Немножко Этой Камушка 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 Песка И Прихожу Прихожу Начинает Спрашивать Не От Того Что Я Тупой Просто Не Хочу Умничать Когда Ты Показываешь Что Ты Ничего Не Знаешь Тебе Больше Дадут Информации Вот Тут Надо Впитывать А не Строить Себя Умника А потом Звонить Обрывать Телефон Как То Так Ой Елена Здравствуйте Здравствуйте Интересно Рассказываете Ну Потому Что Не Придумываю Потому Что То Что Со Мною Происходит Рассказываю Ну Вроде Волосы У меня Не Выпали От Переживаний Честно Говоря Вот А Еще Хочу Сказать По Зарплате Здесь В Районе Даже Не Буду Сказать Ну Больше Чем В Хейстере Да Но Меньше Чем Те Кто Ходит На Норвегию Где То В районе Скажем 100 Евро Чуть Меньше Чем 100 Евро В День Платят На Данный Момент Что Дальше Будет Не Знаю На Данный Момент Так То Зарплате Конечно Я Упал Но Интерес Здесь Реально Интересно Природа Здесь Замечательная Я Когда Еще Работал В Хейстере И Ходил На На Эту Самую На Как ее На Швецию Да Я Помните Рассказывал Что Мне Больше Всех Нравится Какие Страны Швеция И Дания И Франция А Менее Всех Нравилась Мне Германия Так Так И было Менее Всего Мне Нравилась Германия А Финляндия Тоже Прекрасная Страна Люди Какие Замечательные Блин Дороги Какие Широкие Но Зверей Много Бегает Очень Много Зверей Бегает Реально Много А Работать Я буду На данный Момент До 22 Декабря Здесь В принципе Все Кто приехал Не до 22 Декабря Работают Потому Что Потом Две Недели Перерыва Но Я Четыре Недели Буду Ежать На данный Момент У меня График Примерно Будет 8 Через Четыре Либо Шесть Через Три Хотя Бост Грид Хотелось Быть Десять Десять Не знаю Как Здоровье Мне так Неинтересно Мне Я уже Жива Надо Поговорить Отпустили Она Меня На Десять Недель Знаете Так Что Вот Так Женя Олег Не Хотел Бы Ты Пойти На Рефрижератор Продукты Возить На Полу Прицеп Там Есть Свои Плюсы Ну Как Ты Знаешь Просто Я Не Задумывался Если Бо Мне Предложили Наверное Знаешь Я Пошел На Реф Здесь Тоже Есть Реф В Этих Фирмах Ну Вот В Эти Не Знаю Есть Реф Да А Что Там Взял И Поехал Мне Например Шум Реф Вообще Никаким Образом Не Мешает Вот Некоторые Ой С Реф С Стоять Там Шумит Там Мне Вообще По Барабану Знаете 20 Лет В Морях Как То Блин Наоборот У нас Было Если Что Шумит Значит Все В Порядке Как Только Становится Тихо Значит Все Что То Случилось Ну Его На Фиг Так Что Мне По Барабану Шумит Он Не Шумит Блин Открыл Не Знаю Вообще Нет Включил Себе Музыку Включил Себе Наушники Одел Слушаешь Смотришь Это В основном Занимаюсь Видео У меня Такой График Что Я Приезжаю Делаю Два Часа Не важно Сколько Мне Отдыхать Ну Почти Каждый День Делаю Два Часа Даю На Видео На Сохранение И Потом Ложусь Спать И Просыпаюсь И Поехал Да Сейчас Странно Я был В Германии Может Потому что Я в Голландии Не был Возобновил Тулайку Интернет 30 евро Заплатил Безлимитный И У меня Че-то Ну Хоп И Отключился Ни В Финляндии Ни В Швеции Не работает То есть Придется Мне Что-то Думать С интернетом Нет Стримить Точно Не смогу Это Стрим До Нового Года Единственное Будет Там Посмотрим Ну Хоть Загружается Видео Там По Безлимитке Не так Быстро Как Было Но Загружается Абитовский Как-то Не хочется Мне В этот Как он Там Тариф Солидарность Или Как он Называется Залазить Чтобы Платить Там Огромные Деньги Да Олег Давай Нарев Еще Удовольствие Да Я Тебе Говорю Что По Барабану Одним Нравится Тишина Блин Если Я Говорю Я Себя Знаю Что Мне Совершенно Не мешает Что Там За Спиной Я Жил Блин Два Года После Блин Реф Установок Ничего Нормально Блин В морях Вообще Никаких Проблем Когда Становлюсь Рядом С Этим Реф Жужит Жужит Даже Наоборот Хорошо Блин Всегда Есть Место Рядом С Ними Потому Что Немного Таких Дурачков Как Я Типа Которые Блин Могут Спать Возле Рефа Каждому Своё Кому То Нравится Тишина Я А Вообще Я Смотрим Я Знаю Что Я Не Любитель Больших Паркингов И Совсем Не Потому Что Кто Написал Мне Денег Жалко На Туалет И Душ Совершенно Не За Этого Я Любитель Поближе К Магазинам Какие Нибудь Пром Индустриальные Зоны Какие Нибудь Такие Тихие Спокойные Паркинги Мне Это Больше По Приколу Все Зависит От Ситуации Конечно Конечно Если Есть Паркинг Большой Широкий И Свободный Я Поеду На Него Если Я Вечером Иду У Мне Остается Там Мало Времени Захожу На Один Паркинг Он Занят На Второй Он Занят Я Даже Не Парю Все И Начинаю Искать Пром И И Категорию Людей Поэтому Ничего Не Вижу Для Меня Это Не Проблема Точно Это Спорный Вариант Ну Тут Я Не Понимаю Тут Алекс Алекс Ма Семпи Алексей П Ну Это Леха По Моему Ну Я Говорю Каждому Каждому По-разному Затычки В уши Норма Ну Да Тоже Но Просто Затычки В уши Поверьте Мне Блин Это Вот Я Например Дома Я Люблю Засыпать С телевизора Включил Телевизор И Засыпаю Наташа Например Супруге Мои Не Нравится А Я Мне Хуже Засыпать Когда Тишина Вот Я Не Могу Тогда Ворочаюсь Когда Включил Телевизор И Вырубился Либо Чувствую Врубать Я Выключаю Так И То же Самое Каждому Свою Говорю Финляндии Ищи Карту Алиса Если Не Шипай Завтра Узнаю В личку Да Леха Узнай Пожалуйста Во-первых Сколько Она Стоит Очень Важно Было Если Безлимитка Была Там До Пятидесяти Евро Так Я Могу Возобновить Свою Шведскую Пятьдесят Евросов За Сто Пятьдесят Гигов Она Кстати У меня Почему То Не Не Заработала Там Еще Оставались Какие То Деньги Наверное Потому Что Давно Не Был Так Напишу Сашки Пятьдесят Евро И Сто Пятьдесят Гигов Марис Привет Адпак Хейстер Камп Ты Знаешь Как Там Если Поговорить Хейстер Камп У Вас Там Сейчас Зарплата 80 День Знаешь Я БЫ Вернулся В Хейстер Камп Вот Реальным Потому Что Многие Удивляются Деньги Там Не Совсем Важно Я БЫ Вернулся В Хейстер Камп На Условии Говорю Мне Нужно Четыре Недели Отдыхать И Не Четыре Через Четыре А Восемь Через Через Четыре Но Ивар Пока На Эти Уступки Не Идет Мы С ним Это Обсуждали Он Говорит Шесть Через Три Я Говорю Не Мне Так Не Годится Потому Что Мне Нужно Четыре Недели Дома Быть Поэтому Это Причина Почему Я Не Возвращаюсь Хестер Так Б Я Пошел Б Зал Б ДТДР И Как Диспетчеров Учить Хестери Я Знаю Да И Вы Сами Знаете Пошел Это Проще Не Надо Ехать Куда В Европу Знаете Если Б Некуда Было Идти Я Пошел Б Хестер Честно А Хестер Я До Сих Пор Считаю Для Начинающих Водителей Самая Лучшая Компания Влад Алексей Меньше Народу Больше Кислот Ну Да Я Там И Говорю А Я Знаешь Леха Я Еще Ни У Кого Не Спрашивал Вот Реально Я Приехал Тогда Знаешь Когда Воскресенье Я Приехал Четыре Часа И Восемь Часов Я Уже Стартанул На Паром Это Первый Был А Второй Нет Понимаешь А у меня Работала Моя Это Голландская Лайка Голландская Лайка Работает По всей Европе Там Все Витя Сказала Он Ошибся Она Нормально Работает Просто Там Есть Ограничения На Роуминге Там По-моему То ли 26 Гигов В день За Границей Что-то Такое А так Она Работает Блин О Нормально Это Очень Хорошая Цена 30 Евросов За Безлимитный Интернет В месяц 30 дней Понимаешь Олег Ты Теленор Подключил Да Для Швеции И Финляндии Сколько Стоит Операторы Пополнения С Теленором Сейчас Не так Все Просто Ты Можешь Купить Карточку Но Чтобы Подключить Нужно Нужно Регистрироваться Регистрироваться Должен Проводить Житель Швеции Вот Да А Кстати у меня Лайка Я по лайке Могу Звонить А вот Интернет Например Не работает Не Звонить Не знаю Писать сообщение Могу Теленор 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 Я как то Даже Не проверял Интернета Нет Я как то Не проверял Надо его Проверить Он на другом Телефоне Стоит На левом Навигатор Да Я тоже Леша Так считаю Те кто Плюются Хейстер Камп Хейстер Камп Ну Ребята Блин Нормальная Контора Блин Ну реально Нормально Особенно Для того Кто начинает Работать Это вообще Супер Так что Вот у меня Недавно Валерий Спрашивал По поводу Контактов ВПМЕ В ту компанию Я вам написал Что Отвечу на вопросы В стриме Если сейчас В ближайшее время Проведу Вот И Ну написал Как есть Что Граждане ЕС Знание английского И рекомендации Как то так Что там У нас еще Есть Какие то Ребята Вопросики Погода Здесь Конечно Не май Месяц Дождливо Сыро Цены В магазине Ну да Побольше Чем Германия Побольше Да Ну выборов Чтобы большого Не было Я пошел В ВБЦ Мне там Ничего Такого Особо не надо То что Я обычно Беру Микроволновку У меня еще Продукты Из дома Есть Микроволновка Микроволновка Берешь Картошку Фри Как Мелеха Говорит Тарелку Насыпаешь Стаешь На 8 минут И готовый Картошка Фри Не надо Даже Даже Мультиварка А также Туда Потом Такие же Полуфабрикаты Типа Есть Как их Называют Маленькие Котлетки Короче Все это Делаешь Ну Вот эти Вещи Я покупаю Ну фрукты Покупаю Там Что еще Покупаю Воды Ну воду Попить Покупаю Хлеб Еще не покупаю У меня еще С Латвии Есть Ну вот Вчера был В магазине Прошел Там Купил Кое-что Себе Вот Ну так Жить можно Ну Кофеварка Мне тут 220 Если хочешь Сам должен Поставить Инвертор Да Надо самому Поставить Инвертор Но это Если все Нормально Будет Я останусь Здесь Точно И вернусь Туда Поставлю Как-то Так Олег Длинномер Это То же Самое Что Штора Только Длинный Длина Прицепа Сколько Не Ну Длина Длинномер Это Просто Так Говорят Что Это Просто Не Просто Машина С Прицепом Категории А прицеп Является Пол Самым Настоящим Трейлером Как Вот На полу Прицепе Вот Трейлер Вот Такая Вот Его Длина Сколько Она Там 12 Метров По-моему Была Вот А еще Передний У меня Сколько У меня Длина Вот Если Взять Короче 5 Рядов У меня Полет Получается 5 Рядов Сколько Там Ряд Был Я Не Помню Вот Считай Общая Длина Получается 25 Метров Не Ну Лалики Понимаешь Ты Учился На Прицепе Ты Понимаешь Разницу Между Прицепом И Полуприцепом А я Еще Как Не Понимаю Ту Разницу Между Полуприцепом И Тем На Чем Я Не Ездил Как Сейчас Я Уже Понимаю Что Тут Тут Грубо говоря Управляешь Вторым Прицепом Так Как Ты Управляешь Им На Простой Машине На Легковой Понимаете Если тебе Нужно Чтобы Нос Ушел Вернее Зад Ушел Влево Значит И руль Влево Право Значит И руль Вправо Но Здесь Есть Блин Как Она Называется Блин Тележка Блин Слово Забыл Это Выскочил Из Головы Вот Там Надо Следить Чтобы Не Было Заломов Чтобы У вас Не Стали Параллельно Машина И Прицеп Вот Зачем Следить Вот В этом Проблема Так Называем Я думаю После Длинномера Проще Тина Автовоза Должна Тоже Длинный Лафет Габариты Чуть И Кстати Не Крупный По Сложению Мог Бы На Автовоз Кабины Небольшие Но Тебе Было Бы Не Помехом Кстати По Поводу Автовоза Во первых Мне Это Вообще Вообще Никаким Вот Куда Я Не Хотел Бы Пойти На Автовоз На Фиг Мне Еще Какая Ответ За Всякие Там Блин Царапины Блин Не 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 Это Раз Второе По Морому Со Следующего Года Кажется Со Следующего Года Все Автовозы Должны Оборудованы Высокими Кабинами Это Уже Однозначно У Меня Ребята Пришли Все Транс Катур Работали На Хуже В компании Покупают Высокие Машины То есть Новые Машины Для Автовоза Тоже Высокие Кабины Возил бы Новые Тачки Электродизель Да Не 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 Да Леш Я Уже Вел Что Пришло В личку Да Там Типа На Заправках Искать Ну Хорошо Хорошо Я Просто Знаю Сколько Как Ее Так же Как В Швеции Надо Регистрировать Или Там Просто И Сколько Стоит Ты в курсе Не в курсе Ты Говоришь Ты Сбросил А У меня Там Где-то У меня Просто Хорошо Сейчас Я Телефон Раньше Вот Когда И И Планшет Рабочий Да Я Вот Читаю Там А то Было Так Что Надо Нажимать И Чтобы Увидеть Все Эти дела Чат Ваш Что Я Еще Хотел Сказать Да Ну Кто Работал На Скане Знает У Скане Еще Свой Навигатор Есть Потом Здесь Навигатор Я Не Горю Про Уже Страшно Говорить Что У меня Блин Лично Три Гаджета Под Навигаторы Вот То есть У меня Один Израил Основной Второй Под Страховочный И Саджик Стоит Там Паркинги Мне Показывает Ну Тоже Навигатор Но Я Там Свою Только Паркинги В основном То И Здесь В Этам Планшете Навигатор И Еще Системный Навигатор Ну И Система Здесь Конечно Задание Хороша Тем Что Как В Cargo Трансе Была Навигацию Наводишь Он Включает Себе Ну Переключается На Навигацию Но Ведет Он Как Легковую Машину Тоже Google Карты Цена Вопроса Там Тоже Много Нюансов Ну Да Мне Это Нужен Как Безлимит Самое То Хотя Сейчас Безлимита Не Надо Блин Если Вот Нужно Его Подключить Прикуриватель И На Компьютер То Есть Надо Попробовать Если Там Будет Все В Порядке Работа Значит Просел Сам Блок Питания Наверное Токи Просели Так Что Вот Так Друзья Мои Ну Что Вот Вот Да В Карго Транс Пошел О Да В Карго Транс Пошел Обратно Или Динаре Попробуй На этой Фирме Сэпо Попробуй Реально Нет Карго Транс Я бы Уже Не Пошел Бы Заново Потому Что Если Я Пошел В Карго Транс Работать Только Через Литву Но Ни 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 Немецкие Договора Потому Что Мне Толка Того Что Мои Деньги Дут Пенсионный Фонд Который Я Там Пенсию Буду Получать 68 Лет Не Особо Нравится Если Там Уже Да Честно Горяя Я Как Мне Надоело Ехать Своим Ходом В Европу Что В Голландию Что В Германию А из Литвы Там Тоже Буз Ходит Либо Там Если Ты Ешь На Свою Машину Тебе Доплачивают В том же Карго Транс Если Мы Работали На Карго Транс Я Не Помню Меня Смотрит Сколько Мы Там 2700 Мы Получали Оклад И Все Чистый Оклад Ребята Которые Едут С Литвы Получают 100 В день И Плюс Еще На Топлива Им Дают Ну Блин Да Они Не платят Немецкие Налоги Не платят Литовские Налоги Ну А здесь Я буду Платить Эстонские Налоги А Эстонские Налоги С 1200 Евро Уходят Как-то Так Ладно Ребята Я Вроде Рассказал Поздоровался Рад Был Вас Рады Были Меня Видеть То Жив Здоров Не Угасаю Особо Не Переживаю Жизнь Продолжается Работа Есть Желание Есть Нравится Фирма Единственный Маленький Стресс Заездом На Рампу Ну Как Горит Леша 20 40 Минут Позора И Ты У Рампы Ладно Друзья Мои На этом Буду Заканчивать Потому Трафик Сейчас Лежа Еще После Длинномера Да Да Как Лежа Говорит Уважаем Уважаемые Люди Ладно Много Съемок Наверняка Из Погрузок Из Выгрузок Потому Что Тут Не Запрещают И Соответственно Будут Более Такие Интересные Пейзажи Швеции Финляндии Всего Всего Что Я Буду Видеть Вы Знаете Как Я Снимаю Немножко Себя В основном Вид Кабины Какой Чай Я Пью А Я Не Помню Какой Там Пью Лимон 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 С ромашкой По-моему Там Такой Был Я В Белоруссию Покупал Ну Ладно Когда Будут Выпуски Новый Какой Чай Ты Пьешь Ну Вообще Бери Лимон И Бери Зеленый Без Регистрации Без Лимит 40 А Хорошо Ну Все На этом Заканчив Давайте Ребята Всем Удачи И Как Обычно Берегите Себя Своих Родных И Близких И Все Будет Чики Пуки Пока